Привет, мои дорогие! Какие возможности для вас откроются? Советы и подсказки Таро. Я буду смотреть для вас на золотом Таро, и мы посмотрим, какие возможности для вас откроются. Что хорошего вам готовит судьба? Это королева Жезлов. Это вы, красавица, умница. Это вы человек, который вернул свою силу. У нас силу могут украсть люди по знанию и незнанию. Часто силу ворует семья больше всего, потому что в семье часто негативная динамика. Не волнуйтесь об этом. Это, естественно, всё негативная динамика, потому что люди слишком близко друг к другу находятся. Вы вернёте свою силу, то есть у вас восстановятся прекрасные взаимоотношения в семье. Это очень важно для вас, как для всех людей. И вы получите какую-то новую откровенную связь. То есть здесь идёт речь, что если у вас нет отношений, это могут быть новые отношения. Или если у вас уже есть отношения, это примирение, потому что это рыцарь. Рыцарь Жезлов. Он приносит вам вашу силу назад. Откроется то, что вас, может быть, украли что-то. Может быть, взяли то, что вы не хотели дать. Или к вам претензии предъявляют. Когда взяли у вас что-то, но потом хотят всё больше и больше. То есть вы вернуете свою силу. Вы не должны идти на поводу у других людей, особенно что касается семьи или работы. Не идите на поводу у других людей. Вы делаете всё правильно, и у вас всё будет прекрасно. Рыцарь – это всегда хорошие новости. Но это рыцарь по работе, скорее всего. Не только в отношениях. Потому что Жезл отвечает тоже за энергию, которую мы получаем от работы. Здесь у вас хорошая работа, которая приносит хорошие деньги. Это очень хорошая карта. Рыцарь Жезлов – одна из лучших. Тем более, когда она с королевой Жезлов, это вполне возможно, что даже пара. Семейная, любовная пара. И у нас ещё одна королева меча. Вот смотрите, здесь две ваши характеристики, которые вам нужно в себе приумножать, развивать. Это характеристики смелости. Знаете, самое страшное – это когда мы ничего не делаем, потому что боимся. Боимся конкуренции или боимся, что не получится. Здесь вы смелые. Действия, даже ошибочные, лучше, чем бездействия. Смелость ваша нужна, и возврат силы идёт к вам. То есть вы получаете, это, наверное, деньги, это, наверное, любовь. В общем, всё, что хотите для себя. Королева Жезлова наберёт из пространства всё, чего она хочет для себя. Ещё у нас, смотрите. Сейчас в вашей жизни вот что может происходить. По этому раскладу, я ещё добавила одну карту. И вот по этой карте вы, наверное, отбиваетесь от каких-то врагов. Опять же, может, вас кто-то обидел в семье или на работе. И вы начинаете защищаться. Врагам ничего не докажешь. Людям, которые уже враждебно настроены, ничего не докажешь. От них лучше отделиться. Понимаете, вот именно отделение от врагов, вот эти Жезлы, которые сзади вас. Это как бы такое частокол, это ваша аура. Отделитесь от врагов, отделитесь от людей, которые уже сейчас хотят у вас что-то забрать. То есть они к вам враждебно настроены. Не нужно сходить с ним в распри какие-то, в выяснении отношений. Просто знайте, что если человек, он что-то хочет от вас, какой-то враждебный, он уже не совсем здоровый. Лучше от него отделиться. Такой расклад. Я просто говорю то, что вижу. И смотрите, видите, вы отделитесь от ваших врагов и к вам идут деньги. Это много денег идет. Это хорошие новости в финансах. Вы что-то купите или продадите выгодно. Например, придет хороший покупатель, квартиру выгодно продадите. Это деньги, которые могут к вам прийти от родителей по наследству. Может, любимый заработает, вы заработаете хорошо. Ваши дети найдут хорошую работу. То есть к вам идут большие деньги. И они идут буквально скоро. Так что не волнуйтесь. Вообще нельзя бояться бедности. Потому что бедности у вас точно никогда не будет по рыцарю Пентакли. У вас всегда будут приходить деньги. Не волнуйтесь. И еще вот я вижу, что может какой-то мужчина или поможет вам, или заработает. Видите, это король Жезлов. И вы здесь пара. Смотрите, какая вы замечательная пара с кем-то. Если вы еще не пара, вы хотите себе пару, смотрите вокруг, ищите возможности. Потому что какой-то Пентаклиевый рыцарь на пороге и станет вашим королем. То есть станет возлюбленным. Станет человеком, с которым будет хорошо. С которым будет взаимное доверие, взаимопонимание. Потому что вы здесь пара. И у вас все прекрасно идет. Вообще такие хорошие карты. Одна лучше другой вам выходит. У вас будет все замечательно. Еще что скажу для вас, Таро, какие возможности откроются. Смотрите, здесь возможности иметь столько всего. Вообще не бойтесь, что вы будете бедны. Потому что этот страх останавливает вас в достижении ваших целей. Здесь у вас столько всего будет, что вы сможете еще и другим помогать. Но будьте осторожны. Потому что кто просит на своих условиях или требует чего-то, тот человек, очевидно, хочет достичь каких-то своих результатов путем того, что у него нет денег. И если он результатов этот не достигнет, вы ему дадите денег, а он не достигнет. Потом вас будут еще и обвинять. Так что будьте осторожны. Кому вы раздаете свою силу. Это очень важно. Свою силу вообще-то с ней нужно очень экономно распоряжаться. Чтобы, главное, вам на восстановление организма хватало силы. Потому что тот, кто у вас хочет что-то взять, это может быть какой-то конкурент или на работе какой-то нехороший человек. Хочет у вас что-то взять. Вам нужно оставить свои интересы. Вы знаете, о чем я говорю. Цену не опускайте, если что-то продаете. Или вы в продажах, в услугах. Не опускайте цену. Придет качественный заказчик, покупатель. Здесь люди, которые недовольны. Они просто... Они всегда недовольны жизнью. Будьте осторожны. Негативных людей сразу видно. Они говорят плохо о других людях. И если кто-то говорит плохо о других людях, это просто не ваш человек. Потому что он обернется и будет о вас говорить плохо. Избегайте таких людей. Потому что такие люди могут войти в ваше пространство. А семерка Пентакли говорит, что... Знаете, как легко вообще жить на свете? На самом деле легко. В этой карте зашифрован алгоритм жизни на свете. Выбирайте то, к чему душа лежит. То есть то, что созрело в вашей жизни. И подождите. Если что-то еще зеленое, то есть не созрело, дайте ему созреть. Какая-то идея созрела. Начинайте по ней действовать. Если идея еще не созрела, то есть вы имеете, может, недостаточной информации, или у вас ошибочная, неполная информация, или кто-то вам дает ложную информацию о чем-то, подождите, пока эти идеи созреют. То есть не бойтесь получить информацию. Теперь все возможно. Но я приведу пример. Есть такие люди, которые рассказывают, например, как в Канаду эмигрируют. Но на самом деле английский язык очень простой. Его можно выучить. И набрать Canada.ca. То есть набрать официальный сайт Канады. Там, где будет про эмиграцию четко написано. И вы все сами поймете. Не нужно будет лазить посредникам. Но это я только пример привела, девочки и мальчики. Только пример. Что посредники тогда, когда вы не знаете, что можно всем пользоваться теперь. Всю информацию можно найти у официальных источников. А посредник это для тех, кто боится. Вы можете, вы просто боитесь найти официальный, официальную информацию, может, по продаже чего-то, по покупкам, по переездам, по каким-то судебным процессам. Найдите официальную информацию. Вам не нужны посредники. Посредники все преследуют свои интересы. Знайте об этом. Это 100%. Ну, у нас здесь, так, я не знаю, как у вас, но, в общем, по миру во многих странах так. Здесь девятка чаш. Это очень хорошая карта исполнения желаний. У вас исполнится желание, как в любви, в семье, вообще в жизни. Вы будете очень счастливы. Это карта большого счастья. Вот вы здесь как король на именинах, потому что вы действительно король на именинах. У вас здесь есть и партнер, который вас любит. Смотрите, сколько у вас есть того, чему можно быть благодарным. Если этого еще нет, это обязательно будет. У вас здесь и пара, и взаимопонимание. То есть есть человек хотя бы один, которому вы очень дороги. И если нет такого человека, так будет огромный шанс его встретить. Вообще здесь вы любите просто свою жизнь. К вам возвращается ваша сила, как я сказала. Вы просто любите свою жизнь. И у вас все замечательно складывается. А я смотрю, что и деньги приходят, и любовь приходит. Смотрите, это все хорошие новости. Рыцари приносят хорошие новости. Пажи заботы, какие-то проблемы решаемые. Но пажи не вышли здесь. А рыцари — это хорошие новости. Касательно денег и вообще взаимоотношений, скорее всего. Потому что жезл — это то, что можно восполнить. То, что можно опять начинать. Если вы, например, поссорились где-то, вы можете опять начинать мириться. И опять начинать с нового листа всё. Я бы сказала, что это время — начало с нового листа, возврат своей силы. А также исполнение желаний. Ждите, пока дозреет тот фрукт в вашем саду, который вы уже посадили. То есть вы делали какой-то проект. Ждите теперь, пока созреет. И та мысль, которая созреет, по ней действуйте. Вы чувствуете, когда мысли зелёные, ещё не зрелые. Тогда нужно подождать. Это, как сказала, хорошие новости, финансовые благополучия. Ставьте границы между собой и людьми, которые вас не любят. Вообще мы не можем всем нравиться. Или же эти люди, которые хотят вами воспользоваться. Нужны границы обязательно. Здесь улучшение финансового положения. И для этого всего нужна вот эта карта Королева Меча. Вы должны быть смелые. Тогда все проблемы решаемы. На мой взгляд, очень конструктивно. А я вас обожаю. Мне очень приятно для вас делать расклады. Надеюсь, что и в моей компании вам не скучно. Это значит, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. Желаю вам счастья. Спасибо.